А Киевская Украина и Львовская будут прозевать, бомжевать, поскольку Европа им платить ни за что не будет, ибо некому платить и не за что платить. То есть произойдет размен населения, русские из Львовской Украины, западной, переедут в Малороссию, националисты, которых очень мало, но может быть немножко есть, по обмен квартирами уедут туда, на запад. И вот эта анархия у них будет продолжаться долго, в конечном итоге Малороссия войдет в состав Российской Федерации, а Киевская Украина и Львовская рухнут ввиду отсутствия денег, тепла, топлива, продовольствия, и они сами себе устроят голодомор. И главным виновником, конечно, является Запад. Они всячески подталкивали к тому, чтобы Украина шла на Запад в любом направлении, но на Запад, чтобы не было смыкания с нами, с Москвой. Армии нет на Украине. 90 тысяч без боевой техники, первогодки, ничему не обучены, с удовольствием вернутся домой. Мощная полиция была лишь в лице Беркута. Это наш ОМОН. Наш ОМОН. Они надеются и придут в Харьков и станут новыми вооруженными силами новой республики Малороссии со столицей в Харькове. Я знаю, что тысячи молодых мужчин по всей России хотели бы поехать на Украину, помогать нашим русским братьям, помогать в соблюдении Конституции, в защите прав наших граждан. Мы готовы оказать такое содействие. И уже мы объявили здесь, да? Где у нас? Депутат Курдюмов, руководитель первого отряда добровольцев, убывающих в Харьков и дальше будут двигаться. То есть поможем. Почему мы это делаем? Вмешательство не должно быть. Но вмешивается Запад, дает деньги, дает инструкции, готовит боевиков в Литве, в Польше, в Эстонии, в Германии. Их депутаты приезжают, их министры приезжают. Они прямо указывают Януковичу, выведи милицию из центра Киева. Это вообще они руководят. Они говорят, кто будет будущим президентом, премьер-министром. Поэтому после такого наглого вмешательства Запада и соседних стран, допустим, Польша, в дела Украины, мы не можем оставаться безучастными, слыша такие угрозы, как уголовное наказание за то, что кто-то будет разговаривать по-русски на Украине. Да таким как Тегнепог мы скажем, что мы вас сделаем глухонемыми, чтобы вы ни на одном языке никогда больше не говорили. И вам другое место жительства определим. Они находятся на нашей земле. Западная Украина была всегда в составе Польши. Истекая кровью, мы забрали у Польши незаконно захваченные из средних века земли. Это что, Тегнепогу мы должны отдавать? Это советские солдаты проливали кровь. Это большинство в составе нашей армии были русские. А на обеспечении в тыловых службах использовались представители любых народов, других. Но героизм проявляли в основном русские солдаты. Так было и в Первую мировую войну. Мы отмечаем столетнюю годовщину, со дня ее начала. Она началась. Русские солдаты истекают кровью там, в Галиции, далеко от русских границ. А в Киргизии киргизы восстали. Не хотят воевать за белого царя. Вот вам национальные меньшинства. Предают нас во время войны, до войны и после войны. Поэтому мы должны все силы применить и наши знания, наше умение к тому, чтобы ни у кого в пограничных государствах не возникало мысли издеваться над русскими или какие-то претензии предъявлять. Оказывается, мы их оккупировали. Это совсем сумасшедшие. Больные люди. Тягни бог, вас не было еще вообще на белом свете. Когда русская армия сотни лет шла, громя французов, русаков, австрийцев, немцев, шведов, поляков, турок. Вы откуда взялись? Вы родились сейчас, последние 30, 40, 50 лет. И у вас хватает совести, являясь, что это мы оккупанты. Поляки бы вас вырезали, и это было бы правильно. Мы зря вас спасали. Надо было разрешить полякам вырезать вас всех. И они вырезали вас. Мы вас спасли, и через 50 лет вы нам говорите, что это оказывается мы, не спасители ваши, оккупанты. Это больные люди. Их таких больных подготовил этот гнилой Запад, который вечно ненавидел прекрасную Россию. Часто Олимпиаде мы победили, получив больше всех и золотых, и серебряных, и бронзовых медалей. Наши спортсмены самые лучшие. И при том, что наши граждане выступали за Белоруссию, за Словакию, ну и у нас, американец выступал за нас, южнокореец. В любом случае победа. Эти Олимпийские игры прошли в самой лучшей Олимпийской деревне. Такое никогда не было с 1908 года, когда прошли первые Олимпийские игры 105 лет назад. Построен город, чудесный город, сказка. Лучшая спортивная столица мира. И лучший курорт Европы. И он должен использоваться для всех граждан России. И для детей, и студентов, и для бизнеса, и для выставок, для форумов, концертов, для инвалидов. Все, все, все могут найти там возможность применения своих духовных, физических сил, чтобы показывать красоту, достижение, радость. Все, что у нас есть, лучшее, как наша главная выставочная зона. Там прекрасный город Сочи. И вот видите, хорошее мероприятие, когда мы провели в городе Сочи, впервые, не только в истории нашей страны, но в истории Европы и всего мира. Посмотрите хроники с 1908 года. Маленькие домики, хибарки, палатки, слабенькая инфраструктура. Ну, бедный был мир 106 лет назад. А сейчас красавец город. С современным транспортом. Все. И полная безопасность. Никаких бы не было даже наметок, чтобы кто-то кому-то что-то не так сказал, оскорбил, или опасность какого-то взрыва, насилия. Только мы смогли сделать. Но это на юге. А на западе нам свинью подложили, захватывая незаконно власть в городе Киеве. Киев повторяет 18-й год. Точно так же было. Меняют власть каждые полгода. То у них территория. Это типа нашей Болотной. То у них Гетман Скоропадский. Это там что-то такое, ну как, трудно сравнить-то с кем. Ну как сегодня, допустим, Асад в Сирии. То петлюра. Это сегодня талибы бунтуют в Афганистане и периодически захватят власть. Никакой власти не было. Почему нету власти на Украине? Потому что государства такого нету. Никогда в истории Европы не было признанного всеми европейскими столицами государства Украина. Никогда не было у него столицы. Они шастали по этим степям, гуляй поля. Все, что могла Украина проверить. Это Махно, Петлюра, Бендера, Шухевич. Банда на банду. Отряд на отряд. И без идеологии. Без языка. Нет такого украинского языка. Дайте мне хоть один памятник словесный, какого-нибудь там 7 века, 5 века, нашей эры. Я не беру до нашей эры. Это австрийцы придумали. В Вене. Сели, посадили поляков и сказали, украинцы вас ненавидят, а нам нужно их превратить в украинцев. Значит, русско-польский составьте язык, назовем его украинский. Часть русских слов, часть польских. Вот они создали. Такой, как бы, суржик, муржик его называют. Где слова польские, русские. Вот. И заставляли говорить на нем. Изучать предметы в школах на нем. Газеты выпускать. Люди сопротивлялись. В Закарпатье до сих пор есть небольшое количество русских, которые умирали, но не хотели говорить на этом диалекте польского языка. И они сами себя до сих пор называют русиной. Русиной. И там венгры есть. Никакой там Украины и Польши нет. Там или русские, или венгры. Извязать Закарпатье. Черновцы мы вообще у румынов забрали по итогам Второй мировой войны. За их участие в гитлеровской коалиции. Польшу надо было наказать. Ибо Польша организатор и провокатор Второй мировой войны. Мы вместе с Францией и Британией могли бы остановить Гитлера еще до Мюнкинских соглашений. Польша первая подписала договор дружбы с Германией в 34-м году. Первая хотела вместе с немцами идти на восток и создать Великую Польшу от Балтийского до Черного моря. Она прямой пособник фашистской Германии и Польши. Мы предлагали помочь Чехословакии. Поляки не пропускают нас через свою границу. А у нас прямой границы с чехами не было. Мы бы не позволили Гитлеру оккупировать всю Чехословакию. Мешают поляки. Потому что им хочется отхватить часть территории Чехословакии. А если пропустят Советскую армию они ничего не получат. Наконец до Польши дошла очередь. Ей угрожают. Мы ей говорим давайте мы введем войска и немцы на вас нападут. Нет. Это вот тупая славянская упрямство сегодня проявляется на Майдане. С чертом и с дьяволом только не с русскими. И немцы оккупируют мы были вынуждены тоже ввести войска и встать на той линии о которой мы договорились. Но вот сегодня на Майдане это повторяется. Это восточноевропейское уперство. Маленькие страны с шавки ни на что не способны. То они существуют в рамках империи Австро-Венгрия германская российская османская. империи нет между собой цапаются до крови. Все друг другу должны. И везде население перемешанное и это бардак конечно. Потому что что к чему относится. Когда жили в рамках больших империй люди передвигались. А теперь границы. И это Польша продолжает пакостить. Дональд Туск премьер-министр обманывает все человечество что Янукович уходит. Янукович об этом не говорил. И вчера из Харькова сказал что он никуда не уйдет. Опять это его упорство. Он с одной стороны ни черта не смог сделать будучи таким упертым. И сейчас никуда не уезжает. Хоть сейчас это положительно срабатывает его упрямство. Что он никуда не поедет. что он уже понял что его предали даже пограничники. И если он покинет Украину его судьба как судьба Милошевича арестуют в Гагу. Уже сегодня Верховная Рада ратифицировала присоединение Украины к Гагскому уголовному суду. Все. Теперь любой кто совершил преступление против человечества может быть привлечен международным судом к уголовной ответственности как сегодня там продолжается суд над некоторыми людоедами из Африки или из Балкан. Вот до чего довел сам себя Янукович. Что его будут судить и где-нибудь там умрет в чужой стране в чужой камере. Африки Продолжение следует...